Праздник Холли берет свое начало в далекой Индии, где традиционно проводится с приходом весны. Жители разных городов и провинций выходят на улицы и поздравляют друг друга с победой тепла и света необычным образом. Люди кидают друг в друга специальные краски-специи и считается, что тот, кто раскрашен больше других, будет удачлив в течение всего года. Экзотический праздник недавно пришел и в Россию, а в Невсекамске прошел в минувшую субботу. Немножечко мы перековеркали само это мероприятие, потому что это индийский праздник Холли, это обкидывание красками, цветными, разноцветными специями. Кто будет обкидан полностью с ног до головы специями и красками, тот будет весь год счастливый. Но мы его немножечко на наш русский менталитет перевернули и немножко как сделали и с дискотекой, и с небольшими концертной программой. Кораллфест стал не только развлекательным, но и познавательным. На одной площадке можно было узнать о традициях экзотической Индии. Так организаторы провели мастер-классы по одеванию национальной одежды Сари, по приготовлению индийских сладостей и раскладыванию цветочных бутонов. Необычным стал урок по рисованию хной на руках Мехенди. Мехенди известно уже более 5000 лет. В древние времена, даже в древнем Египте, женщины украшали себя рисунками из хны. Хна известна уже очень давно. Но, если честно, я даже не могу сказать точно, сколько рисунков мы сегодня сделали. Это точно больше 50, может, около 100, может быть, даже и больше. Желающих очень много. Мы еще даже не успели открыться сегодня, у нас уже стояла очередь. Мероприятие стало интересным не только для молодежи, но и детей. Днем на фестивале могли развлечься самые маленькие нефтекамцы. Ребята соревновались в конкурсе рисунков на асфальте и веселом забеге. Праздник красок не обошелся без аквагрима, который превратил мальчиков в настоящих супергероев, а девочек в волшебных фей. Но все же самым интересным моментом стало развлечение с обсыпанием разноцветными красками. Мы пришли радоваться жизни, наслаждаться. И мне подруга сказала, что тут будет фестиваль красок. И хотела посмотреть, как это все происходит. И вот сейчас я здесь, разрисованная. Мы сыпали друг друга, мы красились сами. И мы просто подходили к людям, неожиданно сыпали на них краски, и они отвечали нам взамен. В общем и целом фестиваль продлился весь день. Яркое мероприятие закончилось дискотекой, где можно было не только потанцевать с друзьями, но и безнаказанно покидаться краской. Завершили все действия огненное шоу и залпы салюта. А значит, что фестиваль с восточными корнями нашел свое место в культурной жизни Нефтекамска и ждет свое продолжение. Лилия Ахметова, информационная программа «Ежедневник».